Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я вас приветствую на своем канале PITV100, где я провожу обзор различных фильмов, как отечественного, так и зарубежного кинематографа. Сегодня я вам расскажу о фильме 2006 года, выпущенном в Германии. Он имеет название «Drave». Так получилось, что я совершенно недавно рассказывал о фильме «247 градусов по Ференгейту». Это тоже молодежный фильм драматической направленности. Вот этот фильм «Drave» имеет в большей степени драматический сюжет, чем фильм «247 градусов по Ференгейту», который я также вам рекомендую найти мой обзор, посмотреть и посмотреть фильм целиком. Ну, коротко, значит, о фильме «Drave». Режиссер Ганс Хорн. В главных ролях Сьюзан Мэй Прэтт, Ричард Спейт, Николас Ланш, Али Хиллиус, Кэмерон Ричардсон. Ну, надо сказать, что я, в общем-то, слежу за различными актерами. Для меня это актеры большая часть их вообще неизвестны и незнакомы. Вот. Режиссер уже такого, конечно, я знаю. Ну, в общем-то, ничем таким достопримечательным, на мой взгляд, он мне не запомнился. Но фильм вот этот «Drave» очень рекомендую вам посмотреть. В чем завязка сюжета? Там показывают людей молодого достаточно возраста, им чуть более за 30 лет. Вот. И они собираются для того, чтобы отпраздновать день рождения одного из своих товарищей. И вот ему как раз 30 приступило. Собираются на яхте, как это принято, в развитых странах. Вот. Скажем так, где-то там на побережье Атлантики, там и так далее. Но в данном случае, по-моему, Европу пока... А нет, под американским же флагом они ходили яхтой. Скорее всего, это, вот и имеется в виду, Соединенные Штаты где-то. Вот. И получается так, что они, в общем-то, все прыгают в воду. Там их большая компания была, человек, наверное, 6. Вот. Прыгают в воду, а трап от этой яхты, трап спустить в воду, они забыли. Или бросить какую-то веревку, там так далее. Получается так, что яхта находится в свободном плавании. Никого нет на яхте, кроме маленького ребенка. Они все находятся в воде, не имеют никаких специальных приспособлений. Там у них оказывается, что на них только одежда какой-то, вы знаете, там, не спасательный круг, а дельфин, вот средство для плавания. Ножек, по-моему, еще там, грубо говоря, жевательная резинка, и все, больше ничего нет. И вот таким образом они пытаются забраться на эту яхту, и состоит весь сюжет фильма. Могу вам сказать, что в итоге в живых осталось всего два человека. Вот. Такой печальный итог всего этого. Они, походу, переругались там все, перессорились. Что только они не предпринимали. Они делали попытки, значит, зацепиться за этот флаг, как самая низковисящая какая-то возможность за него зацепиться, за какую-то поручень зацепиться, там, прыгнуть друг с друга, там, в общем-то. Но в итоге ничего этого не вышло у них. Вот. И последняя попытка вот удалась у них, можно так сказать, когда один молодой человек вставил какой-то металлический или из стекла, скорее всего, по-моему, из оргстекла предмет, в какой-то щель в этом судне, в этой яхте. И одна девушка, она забралась по нему и, в общем-то, потом упустила травму. Вот. Фильм достаточно драматичный. Снят он красиво. Работа особенно запомнилась мне в видеооператора. Вот. Очень красивые такие планы, красивая местность там и так далее. Вот. Вот эти великолепные, конечно. Вот. И в качестве юморного такого примера можно привести, как они сделали попытку в себя, всю одежду сняли, связали там что-то вроде каната такого, веревки, и делали попытку забросить его для того, чтобы зацепился он. Ну, вот. Ну, там привязали они на одном конце какой-то нож, чтобы он замотал, знаете, как наподобие кошки сделать. Ну, в итоге, все это дело у них провалилось. Вот. Поэтому, как я сказал, что фильм драматический, сравнил его с фильмом «247 градусов по Фаренгейту», о котором я не так давно рассказывал. Вот, ищите мои обзоры. Вот. Стоит посмотреть его в молодом возрасте, чтобы не делать каких-то попыток, таких глупых ходов, которые могут привести к печальным последствиям, чтобы знать, чем могут закончиться вот такие вечеринки или и так далее. Вот. Поэтому очень рекомендую посмотреть в молодом возрасте. На этом, пожалуй, с вами попрощаюсь. Смотрите фильм «Живем». Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте ваши комментарии. Пишите в комментариях, кто, обзоры каких фильмов вы хотели бы, чтобы я вам сделал. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok